Никаких долгих вступительных речей и особого протокола. Все строго по-рабочему. Час контроля для кубанских чиновников как выход из зоны комфорта. Министры, руководители департаментов, мэры крупных городов и главы небольших районов. Все с увесистыми папками документов по исполнению поручений губернатора. В этом месяце у контрольного управления меньше всего претензий к Белореченскому, Кавказскому и Павловскому районам. В Двоечниках – Горячий Ключ, Белая Глина и Обширонский район. Это не просто исполнительская дисциплина. Это те поручения, которые в первую очередь основаны на проблемах людей, о которых они говорят мне, о которых они пишут в администрацию края. Это не для меня нужно. Это для того, чтобы на самом деле жители ваших районов, коллеги, они ощущали, что власть работает в районах этих и добивается результата. Знаете, есть деятельность власти, а есть эффекты деятельности власти. Вот эффект тоже немаловажно роль играет. А эффект вызывает то, что у людей на слуху, на виду, что долго не делалось. Поэтому для себя приоритеты расставьте. Сбой с расстановкой приоритетов произошел в Белоглинском районе, докладывает начальник контрольного управления. А в записях Максима Туровца, кажется, можно найти любую деталь любых неисполненных поручений. Причем срока давности у них нет. Пока задание не будет выполнено, с контроля его не снимут. В мае 2017 года в ходе рабочей поездки было поручено организовать и провести ремонт центрального стадиона в Белоглине. До настоящего времени поручения не исполнены. Как не исполнены еще два поручения губернатора и тоже по спортивным комплексам, которые не могут достроить несколько лет. Знаете, вот я вам что скажу. Вот у вас третий спортивный объект, поверьте мне, вот этот заместитель, который за это отвечает, Я бы мог с вами согласиться, что что-то в первом случае не срослось, но во втором, в третьем, эта система не срастается. Вы его просто отправьте уже там, где может быть он будет более полезнее вам, но не на этой должности, еще раз подчеркиваю, не на этой. Он не умеет элементарное сделать, даже документы подготовить, сделать так, чтобы результат был. Не умеет. А вы говорите, у него три случая подряд. Это что, снаряд случайно не падает? Здесь не может быть никаких оправданий. Дети вырастают, которые могли бы там заниматься, они уже стали старше. И в их памяти останется не отреконструированный стадион, а вот то, что сегодня есть. А это же та молодежь, которая тоже будет делать сегодня и завтра. В этом-то смысл. Вот об этом. Почему надо делать все вовремя? Ну, конечно, ну, виноваты, как бы не снимают себя вины. Вы мне это скажите, когда вот четко, когда вы приступите к строительству и реконструкции? Это будет капитальный ремонт стадиона. Ну, и я надеюсь, что мы приступим к нему, опять же, после того, как нас включат в программу. Совещание по контролю за исполнением поручений главы региона сегодня отошло от привычного формата. Кроме чиновников, на встречу был приглашен обычный человек, не имеющий отношения к политике. Алексей Войчик – индивидуальный предприниматель. Занимается мелким строительным и ремонтным бизнесом. Проблема, с которой он столкнулся, затрагивает многих. Молодой человек рассказал о том, насколько сложно небольшим предпринимателям получить государственные заказы. Техзадания для участия в тендерах порой составляются очень избирательно и загоняют в тупик. Занижаются стоимости смертных расчетов, устанавливаются нереальные сроки. Возможно, это делается в целях экономии бюджета. Но это приводит либо к ужасному качеству выполнения работ на выходе, либо отсутствием участников. Можно и поговорить и про гарантию, которую несут подрядчики. Она составляет три года. Но как я, индивидуальный предприниматель, могу нести гарантию три года на материалы, которые самые дешевые в смете? Такие условия, в том числе, не позволяют нормально работать на подрядах при капитальном ремонте многоквартирных домов. Хотя подобные бригады, как у Алексея Войчика, готовы делать это качественно и вовремя. Тем более, что программа капремонта в крае сейчас выполняется с переменным успехом, считает Вениамин Кондратьев. Недавно он уже проводил совещание на эту тему, но люди продолжают жаловаться на качество ремонта. Поэтому стоит обращать больше внимания как раз на такие добросовестные бригады, как у Алексея Войчика. Знаете, коллеги, вы мне говорили о том, что подрядчиков у нас нет. Не идут они, сложно. Важно, чтобы были системные подрядчики наши. У них должна быть системная работа, системные заказы, прозрачные для них. Они должны быть уверены в том, что они выйдут на конкурс и победят. Не потому, что там кто-то за кого-то позвонил, а потому, что конкурс прозрачен. Вот в чем у них должна быть уверенность. Малый бизнес, он прав. Тот человек, который строительный, те бригады, которые собирают сперва, а потом вынуждены распускать. Потому что ни в каком конкурсе победить не могут. Обращение бизнесмена и ответ на него Вениамина Кондратьева – это четкий сигнал, чтобы усилить в регионе контроль за контрактной системой госзакупок. Необходимо увеличивать в них участие малого и среднего бизнеса, а не создавать препоны. И это можно считать еще одним поручением губернатора. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. Субтитры создавал DimaTorzok